Вокруг нас находятся разные люди. Одни из них желают нам добра и искренне радуются за наши достижения, когда у нас все хорошо. Другие же у них наоборот желают нам зла и радуются только в те моменты, когда нам плохо и у нас происходят какие-то неприятные ситуации. Да, не всегда возможно сразу разобраться в людях для того, чтобы оградиться от недоброжелателей. Поэтому нужно быть осторожными со своим окружением, чтобы потом не пытаться исправлять неприятные ситуации. Каждый из вас неоднократно замечал, что стоит кому-то рассказать о своих планах, как все начинает идти не так. Происходят изменения, к которым вы не готовы. Есть такая одна очень мудрая поговорка на этот счет, что чем меньше люди вокруг знают о вашей жизни, тем лучше и беспроблемнее она у вас складывается. Людям свойственно такое страшное чувство, как зависть, а она способна разрушать все на своем пути. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас все задуманное получалось, не делайте этого. Первое, не рассказывайте о своих планах никому. На это есть и ваши планы. Рассказав о них, вы целенаправленно вносите в них изменения. Ведь любое, пусть даже эмоциональное вмешательство со стороны, их обязательно изменит. Вы не можете также знать, что человек, которому вы о них расскажете, испытывает в этот момент. Возможно, ваш рассказ вызовет негатив, и все дальнейшие ваши шаги в этом направлении будут окутаны негативом. Поэтому делайте, что задумали молча, а окружающие сами все увидят, когда вы закончите, и никто не сможет изменить ваши планы, не зная о них. Не хвастайтесь деньгами, так как многие люди не имеют того, что есть у вас, и даже не хотят, могут навредить вам своим желанием оказаться на вашем месте. А это оттолкнет от вас энергию денег, и в результате вы тоже будете в ней нуждаться. Поэтому, если у вас все хорошо с деньгами, пользуйтесь спокойно ними для своего удовольствия. Периодически старайтесь помогать тем, кто в них нуждается. Занимайтесь благотворительностью. Все это еще больше притянет денежную энергию в вашу жизнь. Ведь она любит нежадных людей, но не выставляете свое финансовое положение на показ. Семейная жизнь также не должна выноситься на показ. Все, что происходит в вашей семье, на то и происходит в ней, что знать об этом должны только вы. Запомните, советы со стороны не всегда хороши, и принимать решения должны только вы. Недаром есть такая поговорка, что со стороны не виднее, а завиднее. Вам могут давать целенаправленно неправильные советы, чтобы разрушить вашу семью. Такими действиями вы будете разбавлять особенную энергетику вашей семьи другими со стороны, и это не принесет вам ничего хорошего. Ваша семья – это ваша крепость, и что происходит в ней, касается только вас. Никогда также не позволяйте никому заходить на вашу территорию. Сразу ставьте ограничения, так вы обезопасите себя и свою семью. Сплетни и осуждения других людей – так вы будете подбирать весь негатив от пересказанного вами. Это будет мешать вам становиться успешным и тянуть вас назад. Всегда следите за своими поступками. Остальные для вас не должны иметь никакого отношения, если они вас не касаются. Такие рассказы не должны звучать от вас. У каждого человека своя жизнь, и каждый вправе делать то, что ему хочется. Воздерживаясь от таких разговоров, вы также воздержитесь от того, что люди будут втягивать вас в конфликты. Сплетни несут с собой негативную энергию, и поэтому не стоит лишний раз притягивать ее в свою жизнь. О делах, которые вы делаете от чистого сердца, нужно молчать. Ведь если вы начинаете набивать себе цену, рассказывать о том, какой вы молодец, как помогли кому-то, или занялись где-то благотворительностью, сразу вы обесцениваете положительную энергию, которую несут в себе такие дела. Если вы что-то сделали и помогли этим человеку, сразу забудьте об этом. Вычеркните это из своей жизни. Ведь вы совершили этот поступок не для того, чтобы кто-то похвалил вас и сказал, какой вы молодец. Все, что делается тихо, имеет ценность. Остальное – это просто действия на публику. Если вы не готовы совершать тихие поступки, не совершайте их вообще, так как несовершенный поступок и поступок, которым вы похвастались, имеет абсолютно одинаковое значение и несет одинаковую пользу, то есть не имеет ее вообще. Все добрые поступки совершаются от души и не требуют никакого одобрения. Как видите, это очень простые правила, но если вы будете придерживаться их, вы сможете только обезопасить себя и спокойно добиваться поставленных целей. Для того, чтобы жить своей жизнью, не нужно ни с кем обсуждать все, что вас окружает. Чем быстрее вы это поймете, тем проще вам будет. Для таких разговоров есть семья. Это люди, которые никогда не пожелают вам зла, не позавидуют, а наоборот всегда помогут и поддержат. С ними можно и нужно разговаривать на разные темы, спрашивать советы и делиться самым сокровенным. Прямо сейчас, друзья, поставьте лайк этому видео в комментарии, напишите слово «мечта» и «пусть вселенная» вам поможет приумножить то, что для вас важно и ценно. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.